Тут еще в вопросе про физический комфорт, не знаю, ну вот до худею скажу, мне тяжеловато сейчас, хотя уже у меня только процесс похудения запустился, но я уже чувствую себя легче, я уже такая даже навстречу к девчонкам пришла, такая тысяча-тысяча-тысяча, у меня такое классное настроение, девчонки говорят, господи, откуда в тебе столько энергии? Да, и тоже сидим в кафе, девочки едят вкусную красивую еду, я разложила контейнеры, достала вилку, у меня вилка металлическая, я ее таскаю с собой, потому что одноразовые вилки не экологичны, а у меня вот тут, значит, я ношу с собой обычную вилку, наверное, куплю себе какую-нибудь другую со временем, но пока у меня обычная из дома вилка, завернутая в салфеточку. И ничего страшного, я сначала попыталась что-то, знаете, смолодушничать, такая, ой, сейчас будем позориться с контейнерами, на что мои девчонки сказали, так, доставай, все нормально, я думаю, действительно все нормально. Кто нам внушил, да, контейнеры стыдно, что это стыдно, ничего не стыдно, посмотрите, какая я молодец, заранее себе еду приготовила. В театр тоже ношу еду, конечно, были моменты, когда, что ты ешь, зачем ты это ешь, оставь, не доедай. Я говорю, почему? Ну, ты должна уметь отказываться от еды, я говорю, у меня взвешенная порция, это ровно столько, сколько мне надо съесть. Нет, нужно не доедать и выкидывать остатки еды. Ну, короче, специалистов всегда до хрена. Не знаю, почему, и что я рассказывала, не помню. Ладно, не важно. Нам же задача какая, потрындить, пообщаться, я правильно понимаю? Так, лучший миллион подписчиков или узкий близкий круг? Я так понимаю, тоже подписчиков имеется в виду. Так, или узкий близкий круг? Ну, давайте честно, у меня есть узкий близкий круг. Я узнаю людей, если они не меняют аватарки по аватаркам, либо по именам. Те, кто часто комментируют, я их тоже знаю. На бусте мне приходит, там, такая-то, такая-то, там, значит, стала вашим подписчиком за 200 рублей, я такая. Ну, конечно, стала, она же своя родненькая, она же смотрит меня давно. Ну, то есть, я уже по именам, там, узнаю, например. То есть, узкий круг у меня есть. Для интереса хотелось бы попробовать, что это такое миллион подписчиков. Но, если мы ставим вопрос, лояльная аудитория, но своя, родненькая, любименькая, или миллион подписчиков, как вот у каких-нибудь пранкеров, психов ненормальных, там, что они творят безумное, порой опасное для других людей и так далее, но миллион подписчиков, аудитория, которая пришла порофлить просто над тобой, ну, нет. И тогда я выбираю узкий круг. Мне это важно. Знаете, как клёво, когда, там, захожу в комментарии, и, там, не знаю, из 100 комментариев, ну, там, парочка негативных, ну, это вообще в плане статистики ни о чём. И очень много слов поддержки, каких-то добрых, там, слов. И даже не мне, может быть, там, авторке письма из подкаста или ещё что-то. Думаю, да что я за людей таких вокруг себя аккумулирую, что у меня за люди такие хорошие? Это для меня важно. Это же меня характеризует. Вот так. Переедете когда-нибудь из Краснодара туда, где прохладнее? Почему без примеров? Ну, сразу бы с примером. Ну, куда, например? Куда можно переехать? Туда, где прохладнее? Туманный альбион? Куда? Не знаю, вряд ли, вряд ли не вижу смысла. Я ненавижу краснодарскую жару. Более того, я ненавижу краснодарский холод. Зимой в Краснодаре тоже отстой. Вот так. Ну, нет, думаю, никуда. Ну, типа, куда? Хантемансиск? Куда вы меня? Не знаю, нет, думаю, нет. Какая книга тебя впечатлила? За последнее время или вообще? Очень меня зацепила книга «Невидимые женщины». Кэролайн Криадо. Криадо, сейчас скажу вам. Перес, точно. Это книга, которую я очень советую прочитать всем. Эта книга меняет взгляд на многие вещи. Когда живешь и думаешь, да все, я нормально живу. А что со мной не так? Да все супер. А эта книга рассказывает о том, что мы, женщины, живем в мире удобном для мужчин. На конкретных примерах. Эти примеры взяты не из головы, не из книжек каких-то сказочных или вымышленных. Нет, это прям истории. Конечно, в основном Европа и Индия немного, и США тоже есть примеры. Ну, то есть Россию там никто не трогал, но, господи, там все примерно одинаково. Ребятушки, меняется мировоззрение. Ты понимаешь, насколько все в этом мире заточено не под тебя. И вы скажете, а почему должно быть заточено под меня? Я что, пуп земли? Ну, во-первых, да, вы пуп земли. Прикиньте, прикиньте, вас научили думать, что вы не пуп земли. Что главное, коллектив. Но на самом деле, женщины это ровно половина человечества. А все заточено под мужчин и под их удобство. И если вы сейчас будете говорить, да как же, а вот там эти бабы, еще там что-то, почитайте книгу, у вас не останется ни одного вопроса. Не задавайте этот вопрос мне, задайте этот вопрос тому, кто организовал вашу жизнь. Так, что за красотуля сидит на плече? Вопрос, ну это я про крысу, это я ответила уже. Крыса очаровательная. Так, Ксюша, какое у тебя любимое блюдо? Можно несколько. И будет ли какой-то кулинарный влог? Не будет, потому что кулинарный влог нужно снимать на красивой кухне. Моя кухня не соответствует ничему. И даже нет желания, знаете, как будто бы на этой кухне что-то снимать. Во-вторых, я в этом плане типа бесталанная. Помните, как я готовлю хорошо, но я не готовлю изыски. Что вам снимать? Плов из курицы, макароны по-флотски, борщ, гороховый суп. Ну что вам снимать? То есть у меня есть набор блюд, которые я готовлю постоянно. И они очень вкусные. Но это не что-то там, понимаете, вот это вот какая-то красотулечка, что-то там. Ну то есть в этом нет ценности никакой. Для вас. И вот, наверное, если бы у меня была красивая кухня, меня бы это мотивировало там. Ой, смотрите, какой салат из огурцов и помидоров я приготовила. То есть даже, наверное, это. Но сейчас такого желания точно нет. Что я люблю есть? Я вообще люблю еду. Я люблю разные вкусы. Я обожаю всё. Заговорила об этом. Я обожаю сыр во всех его проявлениях. Обожаю сыры. О, я обожаю мясо вкусное. Я обожаю стейк с перечным соусом, например. Я люблю всё, что в сливочном соусе, таком, знаете, сырно-сметанном. У меня прям супер любимых блюд. О, вспомнила! Но это вы нигде не попробуете. Короче, у меня свекровь, знаете, что готовит? Слово забыла, блин. Давайте я вам расскажу, как это готовится. Вы напишите в комментариях. Я забыла. Вы точно знаете это слово. Оно вылетело из головы. Короче, делается специальное тесто. Варится какой-то там клёвый бульон из домашней, допустим, курицы. Такой, знаете, бульон, который жёлтый. И делается тесто какое-то особое. И его отрывают понемножку, бросают в бульон. И оно в бульоне тесто варится, напитывается бульоном. И вздуваются такие шарики, как бы. Это не клёцки, я забыла слово. Короче, эти шарики достаются. И делается вот эта вот курица. С неё обрывается мясо. Жарится вместе с луком. И потом вот эти вот штучки, которые не клёцки, засыпаются этим мясом. Я вам клянусь, в жизни ничего не бывает вкуснее. Но это должно быть домашнее тесто. Это должна быть домашняя курица с правильным бульоном. Я забыла, как это называется. Но это... Это просто отвал башки. Это невероятно. Так, очень хочется посмотреть, что ты обычно готовишь. Какие у тебя есть фишечки. Ни одной фишечки кулинарной у меня нет. Прикиньте. Ну вот так вышло. Моя подруга, я уже вам об этом говорила. Кто мне запретит повторить. Сказала, что женщины в плане хозяйственности делятся на тех, у кого чисто. И у тех, у кого всегда приготовлено. Ну то есть, если женщина очень много внимания уделяет готовке, у неё всегда пять блюд и так далее, скорее всего у неё дома срачельня. И наоборот, женщины, которые, как я, у которых всегда чисто, всегда убрано, протёрто, что-то там всё блестит. Ну, условно. Сейчас просто не блестит. Поэтому я так говорю. У них проблема вот с едой. У меня нет проблемы. Но эта еда, они как... Знаете, не буду я. Вот литр супа я сварила вот свеженький. Завтра я вам ещё сварю свеженький супчик другой. Ну нет. Нет. Я сварю 4 литра борща. У меня будет сметана, дома будет хлеб. Всё. Ешьте. Пожалуйста, я позаботилась о вас по максимуму. Вот так. Поэтому хочется, знаете, выпендриться и сказать, ой, я такая, я кулинар. Сейчас я вам тут... Ну нет, давайте объективно. Это не моя история. Как относишься к... Так. Опять новояз. Одобряешь решение своего политического руководства. Так, короче. Вопрос про Украину, да? Ну, я не буду озвучивать, потому что я даже озвучивая вопрос, подвожу себя под статью. Так, ну давайте, поехали. С одной стороны, когда такие вопросы появляются, они появляются постоянно, мне очень много в личку пишут, я сначала начинаю загоняться, типа, ну, блин, если вы правда меня смотрите много лет, если вы более-менее понимаете, какой я человек, ну неужели у вас возникает вопрос, что я могу как-то вот иначе, кроме как адекватный человек к этому может относиться, что я могу относиться иначе? Нет! Нет! И меня даже где-то обижает. Почему меня вот можно заподозрить в том, что я какая-то... Потом я начинаю оглядываться на то, как в моём окружении повсплывали вот эти вот, да, маяки так называемые, знаете, это Илья мне рассказал, поле, когда этих подсолнечника, да, подсолнушки все, ну, обычно, ну, одного роста, а есть вот такие выскочки, их называют маяки. И вот как из моего общества, из моего окружения адекватнейших людей, вроде нормальных, вроде, ну, не людоедов, вот такие маячки всплывают. И ты понимаешь, что в твоём окружении таких людей, оказывается, было много. Просто эта ситуация подсветила всё это. Видите, я даже говорю «ситуация», хотя я бы использовала другое слово, но я не могу себе позволить это. Я не могу. Я не могу. Понятно, что все хотят от меня чего-то, ждут от меня чего-то, там, каких-то ярких проявлений, что я, как Данка, вырву сердце из груди и буду освещать им путь. Вы знаете, учитывая мою истероидность, вероятно, я даже где-то была бы на это способна, наверное. Но у меня ребёнок. Понимаете? И вот мой героизм нахрен никому не сдался, это раз, будет наказуем два. И спустя годы дочь, которая там не увидит мать, не скажет мне «ты такая молодец у меня». Она скажет «мам, какого хера? Мне тебя не хватало? Ты мне была нужна?» Меня немного напрягает, что я каждый день благодарю вообще случай вселенную за то, что у меня есть возможность вообще... То есть, короче, когда я захожу и смотрю, что YouTube всё ещё работает, я такая «О, живём! Сегодня ещё один день, когда я могу там выложить что-то». Я живу с мыслью, что там завтра всё, меня у вас не будет, вас у меня не будет. Не в плане, что не будет YouTube как канала, а вот что что-то изменится. И это вызывает тревогу, которую я прорабатываю с психологом, разумеется, и так далее. Но тем не менее, это фоновая тревога, которая точит изнутри. И я понимаю, что я не могу, мне нужно продолжать жить, потому что в какой-то момент у меня было желание замереть. Вот просто. Меня нет. Я настолько не могу принять тот факт, что всё это происходит, в моей голове не укладывается. Знаете, как говорят, так и говорит мой психолог, что дети, которые подвергались избиениям в детстве, которых били, они оправдывают агрессию всегда. Потому что это защитный механизм. Но я же вырос, я хороший человек, а каждый человек считает себя хорошим. Я хороший человек, ко мне проявляли агрессию, значит агрессия это хорошо в долгосрочной перспективе. Да, в детстве меня били, мне было обидно очень, но потом я вырос в хорошего человека. Такое бывает сплошь и рядом. И удивительно, потому что вот меня били в детстве, но я презираю вообще агрессию. Тем более я человек с помогающей профессией. Ни один психолог не может сказать, да, это нормально, всё, что происходит. Ну, значит он хреновый психолог вообще, ему надо уходить из профессии уж точно. Понимаю, что не ответила на ваш вопрос так, как вы хотели, но я сделала это ровно так, как смогла. Давайте так, будем честны. Прям даже, слушайте, следующий вопрос уже читать как-то надо выбраться из этого состояния. Сейчас я попью воды, а где моя вода? Мне нет воды, я схожу за водой, никуда не уходите. Так, ну что, вы пришли в себя, водички попили? Ох, переключаемся. Итак, Ксюша, привет. Как ты любишь проводить свои выходные дни? Планируешь ли отпуск в этом году? Если не секрет, то как его проведёшь? Работа на себя, вот такой этот мой фриланс, предполагает свободный график, возможность подстраивать график вообще под себя и так далее. Но ещё у тебя, оказывается, нет отпуска, нет выходных. В выходные я себе порой такая, так, у меня выходной в этот день. И мне пишет клиентка, у неё срочно что-то стряслось, и ей срочно нужен, и я такая, ладно, всё, я её не брошу. Да, я понимаю ситуацию, всё, и я там провожу консультацию. Потом такая, ой, ну раз записала одну, ладно, там ещё одна просилась, хорошо запишу. Ну, такое бывает. Я что для себя, какое решение приняла? Я не буду, наверное, уставать, я так решила. Я не буду уставать, тогда мне и не понадобится какой-то прям вот отдых. Стараюсь быть в балансе в каком-то. По поводу отпуска я смирилась, никакого отпуска у меня не будет. Дело в том, что я... Ой, трэш-контент. Не люблю курорты Краснодарского края. Кто не знал, с добрым утром. Правда, не люблю. Это дорого. Это море, которое грязное. Если это Анапа, то море цветёт. Если это Гелендж, то это бухта. В бухте всегда грязно. Ну, то есть бухта, вода не обновляется настолько, насколько надо. То есть огромное количество людей. Если на Российск, то это там корабли и прочее. Короче, проблема везде есть какая-то. Плюс это дико дорого. Да, я с этого, по-моему, и начала. И огромное количество людей сейчас. Что я бы хотела... У меня вот друг в Питере сейчас живёт. Я бы, конечно... Ну, это такая влажная фантазия. Это невозможно осуществить. Полететь в Питер хотя бы на пару дней. Просто вот переключиться. Но это невозможно. Не летают самолёты. А это значит, что... Ну, короче, на поезде нет. Я не осилию эту поездку. Не будет у меня отпуска. Всё, я ответила на ваш вопрос. И мне отпуск нужен был бы не в плане отпуск. Вот лежу я на пляжу. Нет. Ребёнка бы вывезти куда-то. Это да. Это я согласна. И мне отпуск нужен просто, чтобы глаза посмотрели на что-то другое. Не на стекло и бетон в Краснодаре. Ксюша, ты меня помнишь? Спрашивает Тоня. Тоня, ну, конечно, я тебя помню. Что за вопрос? Вот, это вопрос к узкому кругу зрительниц. Я знаю людей. Тех, кто в чате постоянно пишет, знаю. В телеге. На Дзене. На Дзене же вообще мало комментариев. Мало кто меня смотрит. И когда, ну, оставляют комментарии, всё, ты уже знаешь людей. Так. Как боретесь с унынием? С психологом. Уныние – это вообще не моя история. Я не застреваю в негативе надолго. Но у меня тоже бывают такие небольшие провалы. Стараюсь создавать себе такой детокс. Знаете, без новостей, например, хоть какое-то время. Без постоянного скролинья ленты, твиттера, например, где волей-неволей ты узнаёшь какую-нибудь очередную жесть. Стараюсь. Это мне помогает. И концентрируюсь на обычных повседневных делах. Запоминайте. Магия повседневных дел. Маленькие дела, к которым вы привыкли, они вас спасают. Просто лежать – это плохая идея. Вот просто лежать и страдать – очень плохая идея. Маленькие повседневные дела – очень круто. Вообще помогают справиться со всем. Ксения, в каких местах России хотели бы побывать? О, у меня готов ответ на этот вопрос. Я очень хочу на Байкал. Хочу на Байкал зимой. Я хочу увидеть этот лёд. Вообще, чтобы вы понимали, я из Краснодара. Лёд на воде для нас – это что-то такое. Смотрите, там озеро замёрзло какое-то. Для нас это что-то с чем-то. Но это не так замёрзло, что вышли мужики, бурят лунки вот эти, делают рыбу, удят. Нет, нет. Для нас это скорее, знаете, молодёжь вышла на лёд и вся провалилась. Там даже дети, потому что лёд тонюсенький. У нас температура постоянная. То есть, ну, короче, я хочу увидеть лёд байкальский. Я очень хочу в Казань. Слишком много я слышала про Казань великолепного. Я очень хочу в Казань. Просто поесть чего-нибудь вкусного, а там очень много вкусного. И походить, посмотреть на архитектуру. Очень хочу. Потом я хочу во Владивосток. Во Владивостоке хочу мост этот посмотреть, хочу море посмотреть. Ну, вот знаете, какие-то есть у меня точки в голове, которые прям надо посетить. Потом я хочу в Екатеринбург. У меня к Екатеринбургу определённое своё отношение. Из всех городов России вот я Екатеринбург прям выделяю. Никогда там не была. Но для меня это вот прям очень значимая история. Так, что я ещё бы хотела посетить? Сейчас вам скажу. В Питер хочу, в Москву хочу, в Москву посмотреть. Давно не была? Года 3-4, да, я не была в Москве. Вот мне надо посмотреть на Москву снова. Даже не 3-4, больше я не была в Москве. Хочу посмотреть на Москву. Просто освежить в памяти, скажем так. Калининград ещё, наверное. Если будет такая возможность. Классный вопрос. Если бы была возможность выбирать между возможностью получить миллион долларов или начать уже репетиции спектакля 3 плюс код, то как скоро мы начнём репетировать уже наконец? Спрашивает Андрей Трегубов. Классный вопрос. 3 плюс код — это невероятная комедия, невероятного качества текст, который, если вот в итоге, да, обличить это всё в спектакль, это будет что-то нереальное. Это будет просто, ну, ухохотаться. И сначала нам карантин. Мы репетировали, мы начали репетировать постановку. И как раз мы репетируем, и тут новости приходят, что у нас в крае ввели там масочный режим, ограничения по въезду, что-то там. И мы такие, ой, интересно. Ну ладно, продолжаем репетиться. И всё, на этом всё закончилось. И этот проект заглох. Ох, жалко. Конечно, это невероятно круто. Конечно, я бы выбрала спектакль. Зачем мне миллион долларов? Теня, такой вопрос. Как воспитывать дочь возрастом 7-8 лет? Где эта грань мер воспитания? Боюсь переборщить с контролем. Но в то же время не хочется пускать всё на самотёк. Так, как будто бы есть продолжение у этого вопроса, но я его не вижу. Там вот стоит двоеточие. Так, а что такого в 7-8 лет? Давайте так. Ну, поговорим, да? Тоже вопрос, как будто ко мне относится. Моей дочери 7. Будем на него отвечать. Грань определяете вы. И когда нам кажется, что завинтить все гайки – это идеальный вариант, это глупо. Ну вот представьте, вот у вас чайник стоит на плите. Вы привинтили крышку, чтобы там ни одна капелька не выскочила. Что у вас случится? Да вам эту крышку сорвёт в какой-то момент, когда будет просто некуда деваться этому давлению и напряжению. Поэтому 7-8 лет. Классный возраст, кстати. Не знаю. Вероника чудесная сейчас. Крутая до невозможности. С ней можно поговорить. Она такая интересная. У неё столько взглядов на жизнь. И у неё есть какая-то поразительная эмпатичность, которая не свойственна даже взрослым порой. Она очень чувствительная и понимающая. Когда я злюсь, она меня берёт за руки и говорит, «Мама, вдыхай носом, выдыхай ртом, всё хорошо». Представляете? Семилетка. Это меня так умиляет, я сразу же успокаиваюсь. Я говорю, ой, прости, пожалуйста, что-то я вспылила. Я прям, не знаю, не совладала с собой. Вероника говорит, да я тоже что-то вот тут, знаешь. И всё, и наш конфликт исчерпан. 7-8 лет. Это период, когда ребёнок вообще не понимает, что от него хотят. В том плане, что ты взрослый, ты уже не из детсада, малыш. Давай сам делай то, одевайся там, сам ешь, сам себе за водой сходишь, ещё что-то. При этом, когда ребёнок хочет проявиться, как взрослый, что-то сделать самостоятельно, ему говорят, «Куда? Положи, не делай, сломаешь, порвёшь, разобьёшь. А ну-ка, я сама!» Улавливаете. И у ребёнка в голове диссонанс. А я какой в итоге? Я взрослый или я маленький? Или я взрослый для чего-то, но маленький для чего-то? Хорошо, а для чего? А кто устанавливает это всё? Я не понимаю, что от меня хотят. И этот когнитивный диссонанс, он очень сложный. Нет универсального рецепта. Ну, нет универсального рецепта. Кто-нибудь пробовал честно говорить с детьми, со своими? О, такая магия! Вы будете в шоке, как это работает роскошно. Прям честно. Это нельзя, потому что вот так. Может быть, лучше займёшься вот этим? То есть вы объясняете, почему нет, и предлагаете какую-то альтернативу безопасную. Это эффективно, это работает, и это воспитывает в вашем ребёнке осознание того, что он не просто тупой исполнитель приказов, а что с ним советуются, его слово что-то дозначит. Я не понимаю, какая конкретно у вас проблема, да, вы не описали её, что с контролем, что именно, какой вопрос. Ну, то есть, если бы вы привели ситуацию какую-то конкретную, мы бы, конечно, её, наверное, разобрали, к чему-то пришли. Но вот тут сложно сказать. Понятно, что мой ответ, он никому не нравится, да, когда я говорю, поговорите, поговорите с партнёром, поговорите с ребёнком. А, ничего не понимают, всё равно, понимают, всё. И ребёнок, он же не с улицы пришёл, он ваш. Но вы же видите в ребёнке ваши проявления. Ну, например, у вас есть тенденция уходить дверями хлопать, например, когда вы обижаетесь. И ребёнок так делает. Опа! Вас же бесит. Чё это он дверями хлопает в вашей квартире, вашими дверями? Ну, он откуда это взял? Не с потолка. Поэтому принимать в ребёнке какие-то проявления – это нормально. Так и должен поступать родитель. Не относитесь, пожалуйста, к детям, как будто они назло вам делают что-то. Злонамеренно. Такое тоже бывает. Вот, несомненно, надо понимать, что мы взрослые не в состоянии порой решить свои проблемы и ведём себя ужасно. Вспомните каких-нибудь бабок в поликлинике, которые стерят, там что-то скандалят. Или какого-нибудь, не знаю, охранника, который считает, что он царь и бог, и вот он тут, значит, свой синдром вахтёра максимально проявляет. Это же всё от нереализованности. Это всё от неумения правильно выражать чувства и эмоции экологично. Вот так. Соответственно, посмотрите фильм «Всё везде и сразу». Есть уже на кинопоиске бесплатно. Может, кто-то в кино был. Фильм невероятнейший. И там такая классная мысль о доброте вам прям вот всем. Я вчера посмотрела, у меня внутри что-то прям, что-то произошло. Надеюсь, что и у вас произойдёт такая вот перемена к лучшему. Очень полезное кино. Нужно быть добрее ко всем. Давайте так. Договоримся так между нами, нашим узким кругом? Давайте будем добрее. Вы ко мне, я к вам. К детям, к взрослым, к старикам, к людям, которые злые, к людям, которые не могут выразить, что они чувствуют и поэтому творят какую-то дичь и так далее. Давайте попробуем. В мире сейчас столько злой агрессии, столько, что нужно хоть как-то возвращать баланс. Понятно, что вы не можете там развести тучи руками. Никто не может. Точнее, кто-то может, но тут кто-то ни хера не делает. Давайте на нашем уровне, вот, бытовом, местечковом, приумножать добро. Всё. На этом должно точно заканчиваться видео, потому что это мысль, которая должна остаться в голове. Давайте приумножать добро. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова